Нужно переходить на зеленый свет, на красный нужно стоять, когда есть зебра, нужно переходить по зебре. Школьники правила дорожного движения знают на зубок, только применять их не умеют, поэтому, чтобы сократить дорогу до остановки, срезают через проезжую часть. Тут их и останавливает сотрудник отдела полиции по делам несовершеннолетних. Если загорается зеленый, мы переходим, ни в коем случае мы не переходим ни наискосок, потому что здесь находится проезжая часть. Правильно? Правильно. Один раз перешел не в том месте, в другой раз перебежал дорогу на красный. Ничего не случилось. Ребенок привыкает, что последствий за нарушение правил не бывает. А зря. Там светофор, тут светофор, тут гоняют сейчас на красный. Вообще непонятно, потому что когда здесь горит красный, здесь еще зеленый, все мчатся. Поэтому до сих пор попадают дети под машины. Правила нужно прививать с детства, поэтому сотрудники полиции проводят открытые уроки, игры и внеклассные мероприятия по профилактике правонарушений. С детьми сложнее, чем со взрослыми, им нужно внушить. Аргументы и логические доводы для них не доказательства. Мы стараемся развернуто это все им объяснить наглядно, читаем также доступным детским языком, в чем заключаются правила дорожного движения, потому что это в основном происходит травматизм на дорогах, чтобы не допустить этого, соответственно, читаются определенные лекции. Сложно рассказать, как нужно поступать детям и научить их правилам дорожного движения, если сами взрослые прогуливаются по проезжей части, как по бульвару. Часто дети ориентируются на взрослых. Если они с мамой в данном участке дороги каждый день ходят в школу или в детский сад, например, то у ребенка это уже закладывается в памяти, и он будет ходить именно там, как показывает наша практика. Даже если находится рядом пешеходный переход, и ребенок знает, что нужно ходить по пешеходному переходу, как правило, он ориентируется на опыт, который получил от родителей. Остается действовать сообща сотрудникам дорожной полиции ПДН рассказывать правила в школе, родителям инструктировать дома. А еще лучше учить правила вместе. ПДД полезно и маленьким, и взрослым. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует. Продолжение следует.